всем привет вы на канале народный до обзор меня зовут арсений и наконец-то у меня дошли руки до того чтобы показать вам и рассказать о том как сделать fix для процессора райзен 79 2 0 x ну и либо 79 50 x 7700 x в общем вся вот эта вот линейка или без x давайте так не буду долго все рассказывать про охлаждение про разгон мои эксперименты скорбь оптимайзер уже были полностью вынесены на так сказать народное обозрение еще в предыдущем выпуске который был еще когда в июле месяце поэтому давайте теперь коротко постараемся и по делу я открыл программу hv info здесь мы видим что все мои ядра которых у меня 12 они зафиксированы на частоте 51 гигагерц ну 509 если быть совсем точным текущая температура 45 градусов по чип летом мы видим температура даже пониже но это давайте будем ориентироваться вот на вот эту температуру которая здесь у нас будет фигурировать запустим стресс-тест оси сети я считаю это самая такая надежная вещь с точки зрения проверки отказа устойчивости видим что у нас сейчас энергопотребление 48 ватт которая периодически меняется на 50 и в целом вот простое скажем ничего не происходит хотя нет еще как происходит сейчас записывается видео экрана поэтому нагрузка уже какая-никакая присутствует давайте откроем диспетчер устройств простите диспетчер задач посмотрим да у нас работает видеокарта но и процессор тоже немножко нагружается давайте зайдем вот в тест cpu здесь выберем вот такие вот параметры и нажмем кнопку старт подождем пока закончится этот рекламный баннер старт и будем смотреть за температурой сейчас нагрузочка идет очень хорошая 220 ватт почти потребляет процессор температура резко поднялась до 84 градусов и в принципе в принципе она особо меняться не будет ну чуть-чуть там может быть до 87 поднимется в зависимости от того как долго мы будем держать стресс-тест но в любом случае надо понимать что все 12 ядер сейчас молотят на частоте 5 и 1 гигагерц температура не 95 градусов когда процессор был в стоке у меня получалась такая история что при значит температуре 95 градусов в которую упирается сам процессор частота была 47 по моему гигагерца при энергопотреблении больше по моему 270 280 ватт стоит отметить что сейчас в комнате достаточно тепло 27 градусов ну не знаю будем гонять долго не будем смысла нет наверное ошибок никаких выявлено не будет температура уже 88 да я немножко перебрал потому что раньше когда тестирование проводилось в комнате было 22 градуса ну и плюс я немножко пошаманила система охлаждения я ее упростил то есть я убрал некоторое количество вентиляторов но давайте так вот та нагрузка которая сейчас идет на процессор она в реальных сценариях эксплуатации она нереальная то есть такого быть не может ни в одной игре нигде поэтому мы стресс тест используем только для того чтобы проверить и убедиться в том что все работает так как надо ну давайте нажмем стоп и посмотрим как у нас будет падать температура сразу 79 72 водянка отрабатывает хорошо 66 и так сейчас я буду выключать компьютер и мы перейдем с вами к самому интересному о том как достигнуть тех результатов которых собственно достиг я или даже лучше если вам повезло с экземпляром процессора и так друзья извините за не совсем хорошую качественную картинку наверное можно было лучше ну как есть я загрузился в bios перехожу в advanced mode у меня соответственно материнская плата от компании asus у вас это может быть другая материнская плата концепция будет примерно та же мы переходим в раздел а и твикер где у нас и расположены все наши самые интересные настроечки заходим и убеждаемся в том что у нас core performance boost стоит в режиме авто cpu core ratio стоит в авто cpu core ratio per ssx мы будем с вами как раз регулировать здесь у нас два чиплета по факту это определено структурой самого процессора то есть моем случае 12 ядер и часть ядер стоят на одном чиплете часть часть ядер на другом соответственно характеристики их и успешность могут быть несколько разные здесь нужно экспериментировать но давайте предположим что вы хотите такую же частоту как у меня 5 1 гигагерц тогда здесь мы и для первого чиплета и для второго выставляем 51 то есть у нас множитель базовой частоты является 100 мегагерц 51 множить на 100 получим 5100 мегагерц то есть 5 1 гигагерц выставляем возвращаемся назад дальше спускаемся пониже здесь в разделе cpu core voltage выставляем мануал мод и ставим наше напряжение здесь напряжение также ставим мануал мод ставим 1 и 3 это как бы дефолтная вещь остальные вещи нас не интересует вот все что у меня ниже это уже связано с настройкой оперативной памяти здесь ничего не трогаем и по факту весь разгон или fix как правильнее говорить будет сводиться к тому чтобы подобрать максимально низкое напряжение cpu core voltage при котором процессор будет стабильно работать на той частоте которую вы указали в предыдущем пункте то есть в разделе cpu core radio per ssx в принципе вы можете работать не с чиплетами то есть по чиплетно указать эту частоту вот прям вот в этой строчке но я бы рекомендовал именно по чиплетно работать потому что в ряде случаев может получиться так что здесь у вас будет например 5 и 3 ну то есть 53 а здесь 51 или здесь будет 52 здесь будет 50 или даже 49 в таком случае у вас если 12 ядерный процессор первые 6 ядер будут работать например на частоте 5 и 3 гигагерца а вторые 6 на частоте 4 и 9 гигагерца к примеру тут уже смотря какие задачи стоят если вы понимаете что вы дошли до напряжения скажем 1 и 3 вольта и напряжение 1 и 3 не позволила вам обеспечить стабильность процессора значит снижайте частоту наша задача с вами в первую очередь обеспечить комфортный температурный режим комфортность температур будет определяться в том числе величиной напряжения ну если совсем грубо говорить то чем больше напряжения тем больше мощность чем больше мощность тем больше тепла чем больше тепла тем горячее соответственно как только вы установите сюда значение 1 и 3 или даже больше то мощность которая будет подаваться на процессор электрическая и выделяться в тепло она будет такая при которой уже никакая водянка не справится то есть еще раз мы с вами восстанавливаем выставляем желаемую частоту ну на которую вы хотите ориентироваться и дальше меняете напряжение подбирая его таким чтобы на этой частоте у вас прошли стресс тесты есть другой вариант мы можем задаться сразу вот этим напряжением установить его например на отметке 1.20 при напряжении 1.20 мощность будет ощутимо меньше и процессор будет выделять ощутимо меньше тепла и уже отталкиваясь от этого напряжения мы можем с вами лезть и устанавливать вот эти вот настройки радио для того или иного чиплета как в таком случае лучше поступить взять второй чиплет поставить здесь например множитель 47 и здесь тоже множитель 47 запуститься убедиться в том что все работает хорошо и дальше поднимать постепенно множитель только для одного из чиплетов как только при установке очередного множителя у вас начались ошибки или вылетел синий экран запоминаем это значение возвращаемся в bios и восстанавливаем предыдущее то есть если здесь вы поставили 53 у вас начались проблемы ставите 52 и начинаете крутить уже второй множитель для второго чиплета в принципе в bios и все не забывайте только сохранить все ваши изменения ну а если у вас позволяет материнская плата она как правило позволяет сохранить их в отдельный профиль потому что это может быть очень удобно у многих из вас мог возникнуть резонный вопрос а какую чистоту в общем-то говоря считать успешный целевой который надо стремиться здесь есть здесь нет такого универсального способа который вот точно позволит это определить есть оценочный способ ну зайдите просто вот с дефолтными настройками процессора на рабочий стол и посмотрите на какой частоте работает ваш процессор без нагрузки это будет максимально доступная частота от которой скорее всего придется отнять ну где-то 200 мегагерц но это так вот это вот моя методика дальше можете запустить браузер дать какую-то легкую нагрузочку и посмотреть до какой частоты процессор в диспетчере задач падает то есть если вы зашли на рабочий стол ничего не происходит у вас там процессор пишет пять с половиной гигагерц по всем ядрам а потом вы открыли браузер видите что часть ядер работают на частоте 5.1 то скорее всего 5.1 это ваш конечная частота к которой вы сможете прийти ну это вот так вот совсем примерно и не забывайте что если у вас процессор там 8 ядер и больше то он двухчиплетный если я не ошибаюсь ну да 8 12 16 если это 6 ядерный процессор то он одночиплетный у всех у кого два чиплета один из чиплетов скорее всего хуже чем второй соответственно для них частоты могут быть разные но вот в моем случае получилось так что выше 5.1 гигагерц я не смог прыгнуть ни там ни там в принципе если задрать напряжение то это все поедет но температура будет уже очень высокая я напомню что наша главная задача это достигнуть максимальную производительность при максимально низких температурах вот и все дальше если начнем увеличивать напряжение то прирост производительности будет не прямо пропорционален увеличению выделяемой мощности в тепло и увеличению потребления электроэнергии поэтому вот так если у вас какие то есть вопросы остались обязательно пишите комментарии готов снять дополнительные выпуски может что-то мне там неудачно удалось изложить в сегодняшнем выпуске если хотите сказать спасибо сделать это можно с помощью сервиса сбер чаевые cloud tips либо переводом на карту т-банка также не забывайте подписываться на меня в социальных сетях в дзене вконтакте на рутубе ну а на этом у меня пока всем с вами был народный дообзор всем пока